Здравствуйте, читатели Киберфайт! Очередное наше видео-интервью на сей раз с женской командой украинской КСК-ареной. Представьтесь, как вас зовут, Ник, и сколько лет вы играете уже в КС? Я Влада, под ником ВЛД играю. Играю в КС, ну, как бы, недавно у меня спрашивали этот вопрос, это осталось секретом. Поэтому я держу его так. Ты что-то не позорит? Мария, Николи, играю в Бобов. Очень, очень. Очень доброе играю. Понятно. Ну, расскажите вообще о ваших впечатлениях от этого Asus. То есть, клуб, компьютеры, что вы можете сказать? Ну, с клубом и с компьютером мы были знакомы еще при открытии, потому что был женский арбалет. Мы приезжали, правда, в разных составах, но все равно готовы были. Как бы, жаль, что на Asus это переехало всего три команды. Это, как бы, главное, это в чемпионатах это не выигрыш, а опыт. Поэтому, как бы, обидно очень. Как бы, до последнего дня было неизвестно, будь ли он вообще. Поэтому, как бы, вот, это, конечно, жарко. Приехали вы, команда из России и команда из Казахстана. Да, да, все. И, судя по всему, насколько я понимаю, из группы не выходит команда из Казахстана. Да. Ну, наверное. Потому что вы проиграли в один раунд всего. Да. Я даже не успеваю задать вопрос, сразу выреждаю. Потому что да, проиграли всего лишь в один раунд. Я чувствую себя просто вообще не кем. Правильно. А расскажите вот об этой игре, потому что начали вы вроде хорошо, 10-5 выиграли за КТ, хотя могли бы выиграть 12-3. Ну, затерров мы начали тоже хорошо. В общем, взяли там свои три раунда, потом взяли еще один. Это был нюк, и вообще как бы атака у нас довольно-таки слабенькая, как оказалось, но мы не успели перестроиться, но мы уже было ходить массой, выходить длины, халдить, в общем, тошнить потихонечку играть, а вместо этого мы просто решили задавить их и, в общем, так-то задавить. Ну, были там некоторые грубые ошибки. К тому же, как команда формировалась нормально. Я новый, ну, как бы новый член команды, еще он ее спидел. Поэтому, как бы... У нас минус 2 и 2, поэтому... Мы не играли в одной команде с этой девушкой, ну, так, в химплей еще, так было, ну, нет. Они тоже не играли. Они уже играли. Ну, они в Москве там как бы... Да, они очень часто общаются, играют как бы как-никак онлайн. Вопрос такой, когда вы проиграли уже к игру на нюке, это было очень эмоционально, то есть кто-то там зарабанил руками по столу. Ну, во-первых, у нас у всех личная неприязнь к Роксам, конкретно как команде. Ну, тебе, может, все равно, а мы помним арбалет. Как к людям, или как к команде, как к организации. Как к команде, как... Как команде, все. Вот, и... Мы помним арбалет, мы помним ЛКИ, мы помним ESL, вообще много чего помним. И, в общем, каждый раз, когда мы с ними встречались, мы каким-то чудом удрались летать просто. И поэтому, честно, очень многие у нас ненавидят. И когда вот-вот уже победовала просто в руках, не знаю, мы так дешево слили, это было очень печально. Ну, вот я видел, как там терабанили руками, наушники кидали на пол. Вот поэтому такой вопрос. В мужском КСе, привет, ты сейчас увидишь, действительно, такие вот, накал страстей. То есть люди видят, если они проигрывают, они пытаются что-то тянуть, но они видят, что они не тянут. И как бы сдается игра довольно спокойно. А у вас женский КСе... Мы не сдавали до конца просто. Каждый раунд последний был, но считали, что мы потащили. Мы могли и затащить, на самом деле. У нас часто бывают такие бэкапы, что просто с одного раунда. Даже когда... Почему огромное количество людей собирается смотреть женский КСе? Потому что это крики такие, там, типа... Ну, то есть... Да, нас, я помню, у нас был финал женский. Там собралось людей раз в пять больше, чем финал мужской, просто потому что крики были, типа, убей суху в дверях, ну, типа такого. То есть считаете ли вы, что огромная разница эмоциональная бывает только потому, что вы девчонка? Может быть, скорее всего. Во-первых, это опыт. Посмотрите, как играет Молзый. Да, я себе такого не то, что не позволю, так без надобности. Девочки уже так не будут орать, там, дари гублюдин, там, еще что-то. А это, да, в какой-то степени есть, там, ну, пусть даже без ма, там, какие-то крики, там, дави, тащи. Они поднимают морал. Пусть даже команда влетает в ноль, но если капитана или просто даже члены команды, даже капитана это нужно поддержать. Если люди уверены, есть люди уверены в команде, которые, чтобы выиграть, тащатся, все на все, на все, на все. А если все сдаются, то, типа, с поля, все на все. Вообще, можно даже не сидеть заиграть. Понятно. Ну, вот вопрос насчет Украины. Какое место вы сейчас занимаете среди женских команд украинских? Топ-один. Топ-один. Топ-один и топ-один будет все. Просто трудно, я, как бы, собирала команду, капитаном была женская команда, очень трудно, как бы, набирать опыт. Потому что не с кем играть. Мы можем играть только друг с другом. Ну, или с парнями. А многие парни воспринимают это, там, ну, девушки, там. Начинают, порежут, да, телефончик. Я порежу, я зарежу девушку. Это у них, там, я не знаю, что это. И просто это цирк, а не игры. Ну, да. А с какими-то более серьезными командами очень трудно договориться за праки. Потому что, как бы, те же про, вы знаете, все прекрасно, что они играют с Европой. Они не играют даже с украинскими про командами. Как бы, и нам очень трудно набирать этот опыт. И чемпионатов очень мало украинских. Ну, как-то. Или хотя бы там СНГ, чтобы... Вот буквально, ну, сколько, ну, арбалет был прошлой весной. Каким-то чудо массов. Ну, и будет, вроде, наконец-то, возобновился на арене. Лига. Лига, да. Там СНГ был. В МСЛ-шоу. Ну, в целом, сколько у вас женских команд в Украине? Ну, грубо говоря, 3. Сейчас 3-4, да? 3-4. Ну, четко 3, которые будут участвовать в Украине. Просто не поддерживаются это все какими-то чемпионатами. И многие команды просто распытаются. Потому что они видят смысл дальше играть. Как бы, они играют, играют, надоедают. Ну, как, должны куда-то ездить. А, как бы, куда-то далеко ездить без поддержки очень трудно. Ладно, вернем с Кассусу. Если сейчас казахская команда не выйдет в плей-офф, вы будете играть в финале, получается, с Роксами. Какой у вас настрой? И какие карты, например, вы не хотели бы играть? С Роксами не хотели бы играть, как я бы сказала, нюк. Но просто знаем, как они играют на Инферно. Теперь знаем, как они играют на Дасте. Любая из этих карт была бы отличной. Но ни нюк, ни даст, ни тускан и ни трейн. Если не нюк, ни даст, ни тускан, ни дотрейн, то остается только? Нет, даст Инферно в порядке, вполне в порядке. Значит, я не понял. Ну, как вы считаете, у вас получится все? Почему бы и нет. Главное, правильно настроиться. Главное, если есть, сюда волны. Главное, не перегореть, а то можно настраивать, настраиваться. То есть, сесть, меня убили, все, я больше не могу. Ну, правильно настроиться. Девки уверенно шпилят, это как бы у них не отнять у Роксов. Они им за это можно вообще медаль дать. Очень уверенно шпилят, играют на опыте, не нервничают, не кричат. И как бы, делая бы мы тоже самое, мы взяли. Ну, опять же, опыт у них. У них хасусы проходят, кричат. И им проще собраться. А теперь у вас будет хасус часто проходить. Ну, надеюсь, да. Ну, ладно, спасибо вам большое за интервью и удачи. Удачи, спасибо.